Всем привет! Вы на канале Лара Позаманка. Наконец-то наступил очередной выходной день. Но, как всегда, мне не спится. Конечно, мне хотелось бы поспать в своё удовольствие, встать тогда, когда я захочу. Но, увы, сегодня неотложное дело. Я иду на кладбище. Сейчас расскажу, что там нужно мне сделать. Скоро Пасха, как вы знаете. Нужно подготовиться. Убраться на кладбище. Это первое. Конечно, ещё мокро, сыро. Но в следующие выходные у нас уже будет субботник на работе. Поэтому мне нужно всё сделать сегодня. Но это не так. Меня пугает уборка. К этому я привыкла. Там важнее проблема. Если кто помнит, я снимала ролик осенью на кладбище. У меня сломался стол. Он имеет металлическую ножку, но деревянная крышка была. И вот за 15 лет крышка эта, в общем, деформировалась и вообще упала. Упала с ножки. И мне нужен новый стол. Я посмотрела в этих, ну, где продают цветы, ограды и всё прочее. Как их называют-то магазины, не магазины, кладбищенские. В общем, столик стоит металлический 5500. 5500, по-моему, за 4500, видела. Ну, плюс ещё установка. В общем, столик обойдётся в 6, а то и в 6,5 тысяч. Я как бы не готова отдать сейчас эти деньги. Вы знаете, я готовлюсь к Абхазии в поездку. Мне нужны деньги. Ну, и стол нужен. Понимаете, придут родственники мужа на Пасху. Да, мы ходим на Пасху. На кладбище у нас ходят в городе. И это будет очень неудобно. Будет очень неудобно, что у меня сломанный стол. Поэтому надо делать. Но я не хочу покупать стол в этих магазинчиках кладбищенских. Я хочу встретить на кладбище узбеков, которые там работают. Они мне делали подешевле, чем в магазинах, оградку. Вторую оградку. У меня там две ограды. Вот вторую оградку они мне делали подешевле. Хочу, может быть, вдруг я встречу этих узбеков. Хочу сказать, что кладбище не близко от моего дома. Но я иду пешком. Я всегда, в принципе, хожу на кладбище пешком. Иногда я всё только с родственниками. Вот на праздники. То на транспорте мы подъезжаем. Потому что не все любят бегать, как я. Что я хотела сказать вам ещё, друзья. По поводу последнего моего домашнего ролика. Как вы все знаете, я не хотела снимать домашние ролики. Но я решила снять для вас домашний ролик. Поделиться своими, как бы сказать, впечатлениями. И что я хочу сказать. Вы у меня молодцы. Молодцы. Столько добра в ваших комментариях. Поддержки. Так пусть это добро вернётся к вам. Всем, кто с добром ко мне. И я к вам с добром. Так что спасибо, мои хорошие. Спасибо. Был, конечно, комментарий один неприятный. Но он был на дзене. На дзене я также выставляю свои ролики. Не очень был приятный комментарий. Пожалуй, скажу. Там написала женщина или девушка, я не знаю, что не так уж и больна, видимо, моя мать, что насажала столько рассады. Ну, во-первых, я хочу сказать, что не мать её сажала. Мать сидит спокойно на стульчике. Теперь вышла с больницы и пикирует рассаду, которая мной посажена. Почему бы не заниматься этим, не отпекаться от своих грустных, тревожных мыслей. Сидит мамочка и пикирует. Как вы можете судить о болезни моей мамы, ничего не зная. И второе, она написала, что мне 53 года, и я до сих пор спрашиваю разрешение у своей мамы на поездку на отдых. Ну, мне 54 года, а уже не 53. А разрешение, я вам ради разрешения говорила. Я сказала, что я сказала маме, посажу огород и поеду. И ждала реакцию, маме, ну а вы разрешение... Да хоть бы даже разрешение спросила. Что здесь такого? Хоть 53 года мне, хоть 63 года. Я так привыкла. Я так привыкла. Я должна согласовывать всё со своими родителями. Так мы приучены. Так мы приучены с детства. Друзья, иду я уже по кладбищу. Зашла я в эти магазинчики. В общем, не знаю, где мои были глаза, что я увидела сразу столик за 5500. Там есть столики гораздо дешевле. Вот, например, вот такой, видите, столик без ржавой. Самый простой столик стоит 1800. Сам столик плюс его демонтаж. Если на бетон, на цемент 800 рублей. Если просто скопать 500 рублей. И плюс выкопать старый. Старый у меня же ножик, а там торчит металлическая. И плюс ещё 500 рублей. Это сколько, ребят? 1800 плюс 800. 2 600 и плюс 500. 3 100. 3 100 мне нужно отдать за этот столик, который так быстро ржавеет. И такой маленький. Есть столик по 2 400. Но у него он такой же, просто толще ножка. Ну что ножка? Мне хочется побольше стол, сам пошире. В общем, надо подумать. А узбеков я так и не встретила. Ну вот, видите, что меня ждёт. Опять около моей оградки куча кирпича. А здесь был цветок. И зачем мне этот кирпич? Вот так всегда приходится мне с этим бороться. Ну, я уже не буду никуда этот... Не кирпич, а плитка. Питка. И как это называется, боже мой. Когда хочешь что-то сказать, всегда забываешь. Забываешь, как называется это. Ну, вот. Я вам говорю, что у меня две оградки. Вот одна я огородила, чтобы не кидали мусор. Потому что у столба наша могилка, и здесь все кидали мусор. Одна, а там уже непосредственно вторая. Вот он, мой сломанный стол. Сейчас буду смотреть, как ножка установлена на цемент или просто вкапана. Буду смотреть. Ну, что, друзья, часок. Я уже работаю. Сейчас я покажу, что сделала. Как вы понимаете, место захоронения. Вот вы видите, памятник. Здесь, я вам уже сказала, столб. И когда мы хоронили мужа моего здесь, была, так скажем, мусорка. Мусорка. Пришлось эту мусорку убирать. Я посадила вот эти деревья, два дерева красивых. Теперь от этого моего дерева они кругом разрослись на соседних могилках. В общем, как сорняк эти деревья. Я все хочу одно спилить, но все мне жалко. Когда они начинают, эти цветы, шишки распускаться, мне уже жалко. Пускай растут. Там у меня в оградке пиончик и два кустика жасминчика. Надеюсь, будут в этом году цвести. В том году я посадила жасминчик. Листочки, почки набухли. Здесь также была свалка. И посадила я гортензию. И сирень тут все вместе. Все вместе. Ну, лишь бы мусор не кидали. Но все равно кидают. Видите, здесь все подгребла. Подгребла. Здесь тоже дорожка, по которой все ходят, подгребла. Здесь все подгребла. Ну, вот зачем они эту плитку накидали? Мне уберут, мне уберут. Зачем? Здесь была зимний цветок. Забыла, как он называется. Хризантема. Да, точно. Хризантема. Тут все убрала. Вот видите, мусора сколько. С дорожек только. А, в самой-то оградке, в самой могилке, вот маленькая кучка. Самое ужасное, что я забыла мусорный пакет. Как я все буду носить, я не знаю. Мусорка? Да, мусорка-то знаю. Пакет забыла мусорный. Да, забыла пакет мусорный. Поэтому я всегда грязное с кладбища прихожу. Дотаскаю мусор на себе. Всегда забываю пакеты. Иду с мусорки. Три ходки пришлось сделать. А дедушка меня выручил. Ядро дал. Оно небольшое. Крупный мусор. Я в руках вынесла. А маленькие, мелкие в ведерочке. Смотрите, красивый какой памятник. Так что, все. Я иду сейчас, решила. Узбеков я так и не встретила. Иду заказывать стол. И нужно с человеком, кто со мной пойдет. Не знаю, мужчина, женщина. Который сидит там в магазине. В общем, показать им могилку. В общем, еще раз придется мне вернуться сюда. А вот еще, посмотрите, какой необычный памятник. С ангелом спящим. Надо же, как красиво. Бегу в магазин. Посмотрите, сзади меня какие шикарные тои. Наверное, моего мужа похоронили. А через два года тоже хоронили кого-то. И вот посадили тои эти. Получается, мужа моего нет как 15 лет. 13 лет этим тоям. Видите, какие выросли. Шикарные за 13 лет. Все, мастера привела. Ушел. В общем, 300 я отдала. С установкой, с демонтажем. Старые ножки. 300. Сейчас я вынесу на мусорку этот старый стол, так скажем. Крышку от стола. И все. И бегом домой. Друзья, хочу вам показать еще памятник жены цыганского барона. Вы видите впереди, где машина стоит? Какой пьедестал. Говорят, что когда хоронят цыган. Ну, не знаю, всех ли. Может, только баронов, когда вниз, внизу выкапывают целый дом. Там и телевизор ставят, и холодильник ставят. В общем, все-все, что как бы необходимо для жизни, так скажем, той. Ну, они так придумали, что там живут. Им нужен и холодильник, и телевизор, и все прочее. Вот там, внутри, внутри этого пьедестала, так скажем, все это и стоит. Оглы. Фамилия Оглы. Сидит на троне таком. Цыганочка. Ой, не показала. Рядом-то еще одна барониха, или как правильно назвать. И третий еще пьедестал. Видите, то ли уже там похоронено, просто памятник не поставили. Уже есть еще такой третий пьедестал. Друзья, надо бы еще в магазин, как раз гипермаркет на пути. Но я грязная, как чертенок. Вот думаю, идти, не идти. Что люди скажут, откуда она выскочила, с какого леса. Но у меня дома вообще продуктов нет. Ей сейчас придут, и даже поесть нечего. Продуктов совершенно нет. Наверное, пофиг. Пусть говорят, что хотят. Пойду в гипермаркет еще зайду, куплю продукты. И потом надо, наверное, и дома к Пасхе готовиться. Хотя бы одно окно в зале помыть. Снять шторку, постирать, потом высушить, погладить. Когда всем этим заниматься, я не знаю. В следующий выходной, как я вам сказала, надо к маме ехать. Тоже убрать дом к Пасхе. Шторы, окна помыть, шторы постирать. На огороде, наверное, уже дела будут. В общем, начался сезон. И вот эти субботники, вот именно к Пасхе, конечно, это мне очень не нравится. Ну, что делать? Ой, хоть бы еще и в следующий-следующий выходной не сделали субботник. У нас такое было, три субботы подряд. Было один год такой. Так что весело. Когда готовятся к Пасхе, я не знаю. Решила все-таки зайти в магазин. Пусть смотрят, кого я там любила. Друзья, цены в магазине капец. Ментай. Обрезанный ментай уже 199 рублей. Это что-то. О, камбала, зато сегодня по 89. Да ешьте вы ее сами такую-то. А это что? Горбуша 269 рублей. Крупная. Крупная. Желтая такая, желтая такая-то. Так, я хотела рыбу какую-то. Хочу рыбу прям жареную, знаете. Так, сейчас посмотрим, что тут продают. Я грязная, страшная. Еще и снимаю в магазине, это капец. А эта камбала крупная по 199. Пикша 299. Кита 399. Пикша 299. А я маме брала по 200 рублей в пикшу. Но в другом магазине. Горбуша здесь 319. А это что? Лакендра какая-то 329. Что за лакендра? Зато карась по 70 рублей. Но как его чисто, это карася. И он такой костлявый. Сель 99. А здесь ментай по 149. Наверное, мелкий. Там крупный. А это мелкий. Скумбрия 199. Ну, наваги. Это я не ем. А потасую. Беру только как лишь котам. Купила лимонеллу. 169 рублей стоит. Сколько здесь ела? Кило 0,36 на 176 рублей. Лук, колбаски, бухожаны взяла. Не знаю, что еще купить. Пойду посмотрю еще что-нибудь. Так. Крупы. Вы знаете, ребята, я теперь... Я говорила как-то, что я крупы не ем. Уже практически два месяца. А толку никакого. Нет. Что я ела крупы, что не ела я крупы. Лес на одном месте. У меня не уменьшается, не увеличивается вес мой. Тело, лес тела. Лес тела. Хлеб я еще не ем. Ну, сладкое я вообще никогда практически не ела. А сахар так и вообще кофе и чай с сахаром. Я лет 30 как не пью. Только в молодости сахар употребляла. Не знаю. Не знаю я. Колбасу, вы скажете, колбасу ест. Очень редко. Очень редко колбасу ем. На выходной день могу позволить себе только колбаски. А так не ем я ее. Ну, вот к Пасхе такие огурчики у нас 279 рублей. Помидорчики 249. Цены поднялись, были дешевле. Помидоры импортные 209. Помидоры желтые 329. А там что? Помидоры тоже по 309. Кабачки 199. Капуста импортная 39. Ой, ребят. Что тут? Картофель 14, цикла 18, морковь 24. Но это грязное, не мытое. Лук по 37 рублей. Вот я только лука и взяла. Еще яйца взяла. Яйца взяла. Знаете, не хочу я больше в этом магазине ходить. Я зайду, завтра иду к дочери. Там магазин Европа. Мне он больше нравится. Так, вышла я с магазина. Как обычно у нас по выходным дням белорусская ярмарка. Белорусы приезжают. Ой, а когда я буду цветы покупать, ребят, на кладбище? Не знаю. Посмотрите, цены 250-230 букетики. Может, сейчас купить, выбрать. Такие шикарные. Я смотрю, букеты по 250. Немножко ярмарки. Без культера. Курточки. Тоже там все нижнее белье. Тапки. Ну, в общем, здесь сегодня, я смотрю, все текстиль. Текстиль, в смысле, не продукты. Так, наверное, я посмотрю, цветочки куплю. Иду без цветов. Не стала покупать. Там две тетушки как встали. Копаются. И как это самоопределиться не могут. Продавец нервничает. И ждет их, главное, пока они выберут. А на следующего покупателя они переходят. Думаю, да пускай они копаются. В общем, а я в другом месте куплю. Наконец-то я у дома. Третий час дня. Я только плетусь кладбища. Одну встретила знакомую. Постояли, поговорили. Другую встретила знакомую. Постояли, поговорили. Кошмар. Ушла из дома в десятом часу утра. А я вам сказала, сейчас шторы буду снимать, окно мыть. Какие шторы, ребят? Какие шторы? Я уже устала. И хочу поесть. Надо же еще приготовить поесть. И вообще мне надо готовить поесть на дня 3-4. Начинаются опять будни, начнутся. Завтра мне некогда. Завтра на целый день у дочери иду. В общем, не до штор. Не до штор мне. Помните, сосед убирал тут. А мусор-то я не убрал никуда. Ну, хорошо, хоть так. Друзья, я уже дома. Хочу вам показать очередное платье, которое у меня в работе. Кто меня смоет постоянно, должен помнить это платье. Я его примеряла. Оно мне, опять же скажу, мое любимое слово. Критически мало. Очень критически мало. И я, как обычно, вставляю полосочки. Полосочки. Но тут у меня тяжелее работа. Платье очень качественное. Платье Mark Spencer Brand. Очень качественно сшито. Оно на подкладе, это платье. И вы понимаете, что мне нужно не только полосочки здесь в бока шить. Полосочки нужно и в подклад вшить. Видите, здесь и рука у меня идет. Но это я просто приметала пока материал. Я буду еще на кружево. У меня будут с кружевом эти полосочки. Я сейчас опять... Сейчас не знаю. Я хочу сейчас покушать. Я буду все это распарю. Потом буду наметывать кружево, вырезать. В общем, работы с этим платьем много. Много-много подклад я тоже тут все распорола. Ой, ну не знаю. Интересно вообще все это смотреть. Подклад тоже я тут все распорола. В общем, работы много. Очень много работы с этим платьем. Так что, ребят, какие шторы. Мне хочется это платье закончить. Друзья, хочу немножко расслабления показать. Прямо быстро-быстро и немножко. Завтра сваха приезжает. Ну, свекровь моей дочери. Хочу ей отдать вещи в деревню. Я их уже не ношу. Ну, пригодятся ей. В смысле, подойдут, ей будут носить. Не подойдут. Или отдаст кому-нибудь, или выкинет. Вот это платьица. Хочу им сказать натуральный шелк. Мне оно мало. Рассветка такая красивая и нежная. Мне очень идет эта расцветочка. Но мало. Дочь отказалась от этого платья. Отдам. Две юбки отдам. Однолетняя. Видите, с валанчиком, с черным. Любила я эту юбочку с черными футболками. Отлично смотрелась. И юбка обычная, белая, прямая. Сама я сшила. Ну, тоже долго ее носила очень. Под любые... Под любые... В общем, блузочки могла я одеть эту юбку белую. Вот это платье я сшила сама. Из белых брюк. Видите, надшивала все полосочки внизу, по бокам. А посмотрите, как здесь красиво. Стразики и такая отделочка. Вот я носила это платье. Даже никто подумать не мог, что это платье сшито из брюк. Никто не мог подумать. И на мне оно так сиделось красиво, между прочим. Но мало это платьюшко. Не мало. Вот такую футболочку отдам. С кружевом, с таким хлопковым. Мне очень нравилась эта футболочка. Такая нежная, милая, женственная. Ну, мало тоже. А это обычные три футболочки. Я их не ношу. Не ношу. Хотя они мне и самораз. Тоже отдам. А это шелковая блуза. Шелковая. Как-то на мне... Ну, не ношу уже года три. Отдам. Может, будет носить человек. Как раз под белую юбку, которую отдаю. И вот эти штанишки. Белые. Белые штанишки. Они мне малы. Критически малые. Стразики. Сзади на карманчиках какие. Тоже, может, человеку подойдут. Эти штанишки будет носить с удовольствием. Ну, я бы еще, конечно, покопала в своих вещах. У меня куча, куча. Вы знаете. Но некогда. Некогда мне. Потом. В следующий раз еще, может, соберу пакетик. Друзья, привет. Это уже новый день. Я иду к дочери. Лара, как всегда, в своем репертуаре. Никогда не посмотрит в окно. И не увидит, что там творится. В общем, дождик. Я без зонта. Я на улицу вышла. Увидела только, что на улице дождь. Но не стала подниматься домой. Потому что зонт брать все равно мне некуда. Если только в зубы. Вот. Три сумки. Три сумки, ребят. В зонт брать некуда. Друзья, в общем, я уже во дворе дочкиного дома. Мокрая курица. Мокрая курица. Просто кошмар. Что я вам хотела сказать. Снимать я там уже не буду. Ну, вы знаете, дочь противница всего этого. Тем более другие люди. Они вообще не знают, что я блогерша, так скажем. Поэтому нет. Вы знаете, что я вам сказала, что сваты приезжают. Сваты мои люди. Деревенские, простые. Живут на самой-на самой границе с Украиной. Бедные люди натерпелись. Продолжают терпеть. Жалко мне их. Но возможности купить квартиру в том же Брянске, например, или домик. У них нет такой возможности. Так что вот так, мои хорошие. Вот кто меня встречает. Вот кто меня встречает. Да. Умочка встречает. Умочка встречает. Умочка встречает. Умочка. Дя-дя-дя. 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 Ты чаще хочешь или колбасы? Скажи мне, ты чего хочешь? Чачи или колбасы? А так кипятить сколько надо? Сидит за столом с нами. Тёмка, не мокренькая. Да. Да, тёмка. Тёмка. Продолжение следует...